Но мы хотим своими силами всего достигать, но у нас мало сил, и они скованы судьбой. Мы скованы судьбой, мои хорошие. Поэтому человек должен учиться правильно жить, должен понимать, для чего и для кого он живет. Кроме того, мы много вообще не понимаем в этой жизни и не знаем. Например, мы не знаем, что есть пять стадий развития живого существа. Первая стадия называется сон без сновидений. Это деревья, растения. Они тоже живы, там есть душа, но они себя не помнят. Они спят, они тянутся к свету, свет это для них любовь. Корни получают пищу, они размножаются, защищаются, но они себя не помнят. И поэтому если веточки обрезать у дерева, оно еще лучше начнет расти, потому что когда ты их обрезаешь, оно сдрагивает, как бы, пугается и оживает. Ну то есть, поэтому садовники знают, надо постоянно обрезать ветки, чтобы дерево активнее росло, его растормаживать постоянно надо. Следующая форма жизни – это сон со сновидениями. У поросенка уже ножку отрежь, она не вырастает. Вот. Почему? Потому что другая форма жизни. Она уже себя осознает, но не полностью. Животные, они понимают, что они живые, но до конца себя не осознают. Собака может гавкать на свое отражение в зеркале, ну то есть, она не понимает, что это она. До конца не понимает, но она чувствует, знает, что такое смерть, что такое рождение. Животные уже знают, они боятся смерти. Они знают, что такое чувство, любовь, они могут любить. Но они не понимают, как правильно поступать. Они поступают, как им сердце велит, как природа им велит. Иногда им велит правильно природа, иногда неправильно. И они не знают в этом разницы. Например, вы когда кошку ругаете, что она не туда покакала, она смотрит просто на ваше выражение лица. И она просто хочет сделать так, как вам нравится, но она не понимает, в чем разница, какать в туалете или на подушке. Потому что у нее нет вот этого понимания чувства такта, этикета. То есть это энергия разума дает такое понимание. Но у кошки разум спит. У нее вторая стадия развития личности – это сон со сновидениями. Разум еще не проснулся. Потому что спит и пробуждается только разум. Запомните, ум у кошки тоже работает. Психика у нее есть, у нее есть настроение, мышление. Она когда спит, у нее есть мысли. То есть она как бы чувствует все. Кошка думает, чувствует. Но у нее нет разума. Она не может понять, как правильно. Понимаете? Она еще спит. Разум спит у нее. У человека тоже разум может спать. Когда мы спать ложимся, это разум спит. Ум не спит во сне. Он видит сны, куда-то действует где-то. Разум спит. Пробуждающееся сознание. Это сознание человека. Но человек может и остальные стадии пройти в человеческом теле. Следующая стадия называется пробудившееся сознание. Что значит пробудившееся сознание? Это значит, что человек знает, что он душа, что он вечный, что у него были прошлые жизни, что он совершал поступки, за которые будет отвечать. Он знает, что будет следующая жизнь. И жить надо для нее, а не для этой жизни. Потому что богатство ты с собой в следующую жизнь не заберешь. С собой можешь забрать только добрые дела, свой характер, свою любовь к кому-то, к чему-то. Ты можешь забрать веру, но деньги не возьмешь. Ты голеньким рождаешься, голеньким умираешь. Ничего с собой не забираешь. Но если человек копит настоящую ценность, чистые поступки, любовь, добрые дела, он забирает в следующую жизнь это все с собой. Это называется пробудившееся сознание, когда человек понимает все это. Он не фильмом доверяет успешным, а знаниям. Потому что в священное писание мудрецы пишут, как надо правильно жить. Люди, которые изучают, они осознают это. Открывается истина для них.